всем привет сегодняшнее видео будет посвящено конорейкам рассмотрим такие темы почему самки несут мало яиц почему самки несут много яиц из-за чего неоплодотворенные яйца бывают почему самки не хотят кормить птенцов вот поговорим о всех об этих насущих проблемах всех начинающих канароводов ну и не прям только начинающих я думаю и у бывалых старожил канароводство тоже нет нет проскакивают такие косички сейчас мы пойдем с вами канареечкам все вам покажу расскажу в двух словах вот там на дереве висит у меня ловушка хлопок ловлю щеглов у меня оказывается самец вот то что первый раз я поймал поет замечательно вот слышно даже здесь не знаю камера не услышит в общем погнали канареекам у нас уже снег тает видите клумбы мои растаяли виноград там закопал скоро будет примется не примется посмотрю итак ребятки мы с вами находимся у канареек в гостях перед нами вот здесь три клеточки три пары канареек о них поговорим про эти пары канареек и сейчас еще вот здесь есть и вот здесь я подвесил на вольерах тут вольеры делаю еще не успел доделать но пока в вольерах никого нет думаю повешу здесь я своих канареек значит разберем сначала такую тему какие самки должны быть вообще в паровку выбирать самок надо покрупнее чтобы они были статные ухоженные это как бы показатель их здоровья значит для сравнения и еще скажу пару слов вот сейчас январь у меня получится 1 2 здесь и 3 там 3 самки и до этого еще три самки которых я брал в кропотки не начали нестись активным образом ну я поставил гнезда и в итоге были там пустые яйца там пустые яйца две самки вообще снеслись и отказались от птенцу и от яиц отказались сидеть перестали так вот хочу сказать изначально моего канароводства в этом году в 2020 в 2021 началось с того что я распродал всех своих самок которые ранее я снимал видео ну и накупил новых вот взял в кропотки не несколько самок и несколько самок я ездил на дом к разводчику в карачао-черкесию там покупал дома самок красных условно красных будем называть а тут желтый сейчас я вам продемонстрирую что какие какая разница в общем у всех этих желтых самок которых я купил в кропотки и оранжевых там я ранее снимал видео у них максимум вкладки 3 яйца я думал знаете возможно я их плохо подготовил ну хотя я особо не успевал их готовить они начали нестись вот допустим вот это первое она неслась и потом за ней еще подруга оранжевая неслась и она потом ушла с эстафеты потому что ей стало то ли плохо то ли не знаю она нанесла 3 яйца и спустилась вниз и больше не неслась я эти яйца положил этой самке у нее кстати вчера позавчера вылупился птенец она его не кормила он погиб потом вчера нас вылупился второй птенец я начал помогать кормить и вот сегодня уже смотрю на его сама кормит сейчас попробую вам показать что хочу сказать вот она снесла вон там шевелится видите вот он вот он птенчик хочу сказать что она те же звук он жрать просит голодный сейчас покажу вот такой птенец видно вот тут шейки в зобе у него ну в принципе голодный где он тут вот он в принципе голодный еще к яйцу прилип надо сейчас помочь ему от яйца избавиться перышки прилипли ну ладно сейчас так чем я кормлю я утром этой паре давал яйцо морковку пшеницу значит так что я хочу сказать здесь вот вылупился она плохо кормит я пытаюсь подкармливать вот многие ребята кто начинает пишет что да как что да как вот пытаюсь подкармливать посмотрим что из этого выйдет обратите внимание вот самец это мой вот самка купленном кропотки не ну размеру конечно видите оставлять желать лучшего самцом если вместе посадить самец крупный самка не крупная какая-то она ну куда такую до разводить ну что есть то есть будем пока с этим тренироваться так 3 яйца и 3 яйца от оранжевой того 6 из в общем два плода здесь тоже самка купленная на ярмарке смотрите одно яйцо у нее тут вообще одно яйцо я так понимаю вот и пожалуйста снесла одно яйцо и на нем сидит ну пусть сидит посмотрим что она выселит обижала вперед всех я думал сейчас нанесет вот тут еще самка ну это моя самка единственная моя самочка кстати не успел продать у нее уже три яйца она несет как раз таки третий день третье яйцо вот это вот мои и самец и самка вот смотрите сами ребят вот самец чубат и вот самка вот это моя дома рощенная самка я думаю она не такая уж и плохая правильно ну по размеру а вот это купленные я хочу зато сказать что продают непонятно что где она вон она сидит ну это тут тоже неплохая но почему-то одно яйцо снесла так идем дальше сейчас покажу самок из карачаева черкесии что я привез от дяди саши и так здесь у нас самки совсем другого хозяина дома брал у заводчика вон она ну что можно не сказать плохого если кто-то знает пишите в комментариях потому что вот так вот видите как змеи с гнезда уходят сразу раз почистить пищевод надо обязательно при удобном случае самочка тут хорошее я хочу сказать пишите в комментариях потому что я тут один не знаю я уже тут то расстраиваюсь то радуюсь вот обратите внимание друзья 4 яйца но это в принципе норма да такая минимальная но но норма вот у этой самки 4 яйца попозже сейчас в процессе видео я вам расскажу еще про плоды что очень важно сейчас мы с вами разбираем тему почему какие самки лучше подходят вот сейчас здесь покажу самочку тоже сидит на яйцах ого выскочила выскочила и вот выпало яичко как-то она резко слишком стартанула это так опасно если будете поднимать гнезда старайтесь потихонечку это шкарлупа значит там есть наверное птенчик у нее было 55 яиц по моему у нее было я сегодня утром смотрел а он тут только вылупился видите еще мокренький вот тут первый птенчик сейчас я его быстро на место так двух словах про эту пару значит обратите внимание на самку но она тоже шикарная да она крупная она хорошая вот это вроде как мозаика или на одной палочки сидела с мозаикой но по мне так буду называть ее мозаикой у меня другой нету так в общем сейчас я вам продемонстрировал самок насчет этого можно сделать вывод то что самка должна быть крупная такая на ногах вот хорошо стоящая не вялая ничего знаете сидят как бы с приседом на животе они животом к палочке касаются вот это считается плохая самка а вот пожалуйста видите какая у него посадка то есть она идеально стоит на ногах ну такая вот так по самкам разобрались вроде когда чтоб самки были статные теперь другая тема по поводу оплодотворения яиц что очень важно начнем отсюда здесь вот это первая пошла и с ней еще подружка оранжевая чубатенькая ранее на видео есть там посмотрите самки которые купил я в кропотки не посмотрите значит они пошли я быстренько взял посадил самца они видите дали по три яйца и там один оплод то есть если условно сказать что самка была готова то самцы мои были вообще не готовы к поровке потому что сейчас январь и питание совсем другое питание другое световой день другой принципе день короткий был и возможно самцы не успели я имею чтобы их не гормоны заиграли как следует их не гормональный фон поднялся тогда они могут оплодотворять а зимой короткий световой день условно другое питание и они спокойно просто поют и поют так вот здесь одно яйцо оплод здесь я не пойму тут одна кладка вкладке одно яйцо посмотрим что там будет значит моя самка тоже одна из ранних начала собираться но этот самец чубатый ранее он сидел с другой горчичный такой самкой которая не кормила птенцов два раза тоже огуливал ее были болтухи два всего в двух кладках по одному птенцу сейчас здесь с этой сидит уже я ему питание изменил то есть у него было две ходки вот на третью посмотрим что он дал пока там непонятно яйца свежие вот здесь хотел сказать то что вот эти пошли у меня сперва я обнаружил что что-то плохая оплодотворяемость вот вот та которая не кормит и вот это они одни из первых и у них вот видите сегодня вылупился тогда вылупился и вот я поймал себя на мысли что они готовы не самцы и самки в плане оплодотворения здесь из пяти яиц один птенец а вот здесь уже у нее 4 яйца она только сидит я еще сидеть и сидеть я просвечивал сегодня эмбриончики все 4 яйца оплодотворены почему потому что чем я повлиял на ситуацию я ввел в рацион во-первых каждый день пошла морковка сейчас вам продемонстрирую вот я здесь немножко подготовился кстати надо сейчас быстренько отдать я ввел в рацион пшеницу обратите внимание виде наклюнутая видите видите или не видите наклюнутая пшеница вот это самое состояние когда она очень полезна для оплодотворяемости здесь сейчас находится молочко условно называемое не такое молоко как в пакетах магазине ну то есть раздавить что можем увидеть в общем вот такие вот росточки но можно еще немножечко немножечко длиньше и еще водичкой залить разочек она надо нальется и там будет уже по-настоящему молочко такое зародышево вот я так условно называю своим языком чтобы вам понять не было ну и в общем вот такое питание пошло пшеница пророщена морковка натерта можно посыпать сейчас пока можно посыпать еще это все вот такой вот ракушка здесь шкарлупа ракушка шкарлупа это как кальций можно посыпать также вам видите шрот стоит этот расторопший шрот использую это так для поддержания печенки и общего хорошего состояния сейчас давайте я отдам то там птенчик ждет же это я приготовил в общем тут вот появился птенец кормлю кормлю незамудренно вот просто видите восьмая часть яйца немножко морковки немножко этой же пшеницы только немножко не кто-то скажет морковку нельзя с первых дней я в свое время тоже читал литературу там написано морковку с первых дней нельзя только яблоко можно якобы с первых дней давать а морковку с третьего дня вот там птенец просит еду не видно темно но читал читал начитался а потом думаю дай попробую почему нельзя сейчас попробую осветить он там пацан очкой он сидит розовенький короче думаю почему нельзя взял экспериментировать ну начал давать вот такими небольшими порциями то есть обратите внимание для пары вот это вот щепотка это немного и все нормально никто у меня не поносил никто у меня не не испортился все было хорошо и я морковку даю ска с первых дней но немножко потом станет что нет птенец становится старше даю побольше вот сейчас самец покушает и я надеюсь он будет кормить птенчика ну я сейчас видео от сниму тоже покормлю его сам так вот друзья но таким макаром я повлиял на на увеличение оподотворяемости зародышей чтобы яйца были не пустые вот еще отдельно отдельно посвящу этой теме видео на днях сниму как подготовить самок как подготовить самца ну хочу еще сказать то что вот допустим подготовить самок вот мои самки я их притащил они у меня-то долго то и не жили если по ним я долго жили может как-то я к ним бы и подготовил бы заранее то есть может быть они были на моем питании они были бы условно нормальные изначально а эти вот снесли по 3 а еще я думал знать что думал возможно да я не успел их подготовить 3 яйца несут и все там мне советовали надо яйца давать чтобы больше несли яиц ну дело не в этом дело в том что вот она сама по себе такая неполноценная 3 яйца несет вот те дома брал заводчика несут 4 5 яиц а питание было одинаково и так по яйцам разобрались потом попал по оплодотворяемости что-то я прямо же заикаюсь ну наболела мне эта тема я опять столкнулся наступил на те же грабли что изначально много лет назад изначально много лет назад когда я заводил канареек мы с отцом были и мы сталкивались тоже то бракованная самка то еще что то то еще что то то и вот сейчас видите опять я наступил на те же грабли потому что своих самок одна есть одна посмотрим что она покажет ну вот тут я надеюсь все хорошо сейчас самца буду кормить пророщенным пшеницей можно еще семечки проращивать рапс тоже можно проращивать проращивать надо правильно если кому-то интересно как правильно прорастить допустим чтобы не плесневело чтоб не воняло вот у меня ведь как пшеница получилась красивая могу рецепт сказать все просто все очень просто заливается заливается пшеница водой на пару часов потом вода сливается пшеница стоит набухает снова заливается полоскается снова заливается полоскается оставите надолго в воде она у вас закиснет такие вот дела значит по поводу какую самку лучше использовать в паровку мы с вами обговорили ну видите как у нас получается монолог я говорю 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 ничего не понимаю ничего не знаю может быть правильно я говорю может неправильно говорю не знаю я тут иду как космонавт в общем друзья пожалуйста просьба пишите в комментариях свои советы мне будет ваши советы в помощь мы вместе придумаем как лучше как хуже потому что в книжках одно на практике другое я вот сколько занимаюсь кстати сколько занимаюсь канарейками достаточно много ну условно назовем лет десять пускай хватит много не надо насчет белых канареек вчера на ватсап пишет знакомый то есть незнакомый а разводчик канарейка и вот белый белые канарейки умирают и умирают а я честно сказать не успел ему ответить а потом смотрю ребята написали то что белый с белым будет смерть смертельный союз а я вот этого и не знал ну наверное не знал потому что белых никогда я не держал была у меня как-то раз одна беленькая самочка но она недолго полгодика у меня пожила и попала под распродажу я хотел купить ожереловых попугаев а канареек продать но карантинные условия карантинные мероприятия все испортили теперь снова заложу канареек так по самкам сказал да хороших на выбирать самцов кормить надо пророщенным чтобы были оплодотворяемость а вот которые самки не кормят своих птенцов вот это сейчас мы перейдем к этой самочке здесь вот она у меня находится значит для тех разводчиков у кого самки не кормят своих птенцов первое время надо подкармливать подкармливать можно разными блюдами можно яйцо желток жидко делать ну как жидко как ряженка не прям чтобы водой тек и закапывать ему в клювик там удобно он клюв открывает можно так первое время потом самки принципе начинают кормить ну самое много это было до 7 дней я подкармливал потом самка начинала сама кормить а вот был птенец которого я кольцевал к сожалению я его кормил 25 дней и самка ним а так и не на не научилась кормить она его игре перестал я его забрал себе кормил 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 и в один день не до кормил потому что но не успел я усмотреть что-то с ним пошло не так не знаю практике такой долго не было у меня выкармливания поэтому какие дела в общем вроде как все обговорили какие-то вопросы если я забыл сказать пишите я снова вам их отвечу расскажу покажу видео назовем наверное как бы трудности проблемы начинающих или трудности с которыми сталкиваются начинающие канароводы вот так и назову наверно видео потому что сейчас я буду тоже снова в роли начинающего канаровода всего всем хорошего друзья пишите пишите в комментариях советы предложения не судите меня строго потому что всего знать невозможно в общем всего доброго до свидания продолжение следует